МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Убийство матерью новорожденных детей. С таким страшным обвинением перед судом предстанет 33-летняя жительница села Хилково Торбеевского района. На счету женщины три эпизода. То есть трижды она становилась матерью, но тайком от всех просто оставляла младенцев умирать. Эта история стала известна в октябре прошлого года. Тогда женщина приехала в соседнее село Насакино в дом своей матери, которая в это время гостила у старшей дочери. Там она самостоятельно, без чьей-либо помощи родила мальчика. Но тут же и решила его дальнейшую судьбу. Просто перерезала пуповину и оставила его в тазу, в сарае. Тайну женщины раскрыли соседи. Тот факт, что приехала она беременной, а уехала без ребёнка, показался им странным. И они сообщили в полицию. В ходе проверки правоохранители обнаружили тело младенца, пролежавшее в тазу целую неделю. Была проведена экспертиза, которая установила, что причиной смерти ребёнка явилась общая малокровие организма на фоне массивной кровопотери. То есть фактически он скончался от потери крови. Новость быстро разнеслась по селу. Такого поступка от спокойной женщины матери двоих детей не ожидал никто. Когда следователи приступили к работе, всплыла ещё одна тайна. При допросе женщина рассказала, что это не единственный младенец, от которого она избавляется подобным образом. Было установлено, что весной 2012 года и весной 2014 года, также самостоятельно родив детей, и в первом и втором случае, с её слов, это были мальчики, она перерезала поповину и оставила детей фактически умирать в сарае в металлическом тазу. После этого она самостоятельно их захоронила на территории сельского кладбища. В ходе осмотра места происшествия тела детей были обнаружены. Свою вину подозреваемая признала и даже нашла объяснение своим действиям. По её словам, их семья просто не имеет финансовой возможности содержать больше детей, чем у них уже есть. Следствие по этому уголовному делу завершилось. В скором времени начнётся судебный процесс. Дарья Аберясева, Александр Зюзяев, программа «Происшествия». 17 мая 2017 года в 20 часов 10 минут на 9-м километре автодороги сообщение посёлок Потим и посёлок Барашево, проходящий по территории Зубполянского муниципального района Республики Мордовия. Житель посёлка Ивас с 1981 года рождения, управляя автомашиной марки «КамАЗ», перевозившей груз в виде деревьев породы берёза, не справился с управлением и совершил съезд с последующим опрокидом в левый по ходу движения «Кювет». В результате ДТП автомашина получила механические повреждения. Водитель от полученных трамп скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи. Таким образом, в результате ДТП погиб один человек. В настоящее время с целью установления причин ДТП назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, а также ряд иных проверочных мероприятий. Валентина Лусова, следователь следственного отделения отдела Министерства внутренних дел по Зубполянскому муниципальному району. Первый отдел полиции Саранска разыскивает без вести пропавшего Куликова Алексея Владимировича 1977 года рождения, который 19 марта ушёл из дома в посёлке Николаевка, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Примета Куликова на вид 40 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, волосы прямые и тёмно-русые. Был одет куртка-ветровка тёмного цвета, спортивные трико и кроссовки тёмного цвета. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Куликова, просьба сообщить по телефону 2977-88, 2977-61 или 102. Отдел уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Ковылкинский разыскивает без вести пропавшего Федькина Николая Ивановича 1949 года рождения, который 11 мая в период с 8 до 10 часов утра ушёл из своего дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В последний раз Федькина видели идущим в направлении города Саранск. По обочине автодороги сообщением Ковылкино-Саранск между сёлами Мордовска и Русское Коломасово-Ковылкинского района. Приметы Федькина. На вид 65-70 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы седые. Был одет. Куртка баллонивая чёрного цвета ниже пояса, брюки чёрные, туфли чёрные кожаные. Особые приметы. На пояснице имеется шрам круглой формы диаметром около 1 см. Страдает психическим заболеванием. Всех граждан, кому что-либо известно о местонахождении Федькина, просьба сообщить по телефону в Ковылкино. 2-17-44, 2-16-20 или 102. Они настойчиво ждут от тебя благодарности? Они просят понять, ведь у них тоже есть начальники. Они быстро решают проблемы только для своих? Не корми коррупционеров. Живи честно. Телефон дежурного прокурора Мордовии 475-505. Круглосуточно. 105 и 6 АФМ. 105 и 6 АФМ. Милицейская волна. Пожарная охрана, город СТР. Пожарная охрана, город СТР. Субтитры создавал DimaTorzok